Бедность — это когда ты не можешь себе позволить вкусно есть. Когда кушать хочется, а не на что. Бедность, в моем понимании, это, наверное, когда человек, что называется, сводит концы с концами. Бедность, по-моему, это когда ты работаешь ровно на то, чтобы поесть и оплатить свое жилье. Бедность — это когда тебе не хватает денег на то, чтобы покрыть базовые потребности. Еда, безопасность, крыш над головой. Друзья, этой весной я запускаю для вас новый цикл роликов. Он будет про самую важную, самую близкую и самую волнующую страну для каждого россиянина. Ну, конечно, про США. Каждый житель России знает все о проблемах Америки. Они нам завидуют, у нас очень много природных ресурсов. Расчеленить хочется страну нашу, это очень большая, им завидно. Наша пропаганда целыми днями разбирает, как страдают простые американцы. Пока Россия и Китай наводят мосты, американцы потуже затягивают пояса. В стране новые рекорды, рост цен небывалый. И даже президент России за жителей США переживает. Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности. В новом цикле мы разберем важные темы. Американскую бедность и богатство. Пропаганду и свободу слова. Работу журналистов, взгляда на будущее. И, конечно, противостояние с Россией. Мы сравним, как видят мир в Америке и в России. И выясним, в чем разница. Чтобы это сделать, мы проехались по городам России и Америки. Поговорили со множеством людей. От мэров до пенсионеров. От бездомных до айтишников. Так что скоро вы узнаете, какая она. Настоящая современная Америка. Друзья, всем привет! Станислав Кучер. Илья Варламов. И мы находимся в самом сердце Америки. Точнее, в той части головы, где находится мозг. Город Вашингтон. Если посмотреть сегодня российское телевидение, то кажется, что никогда отношения между Америкой и Россией не были такими плохими. Америку у нас демонизируют. Ее представляют как главного врага. И даже чиновники и пропагандисты уже открыто говорят, что война сегодня идет между Россией и Америкой. Российская Федерация воюет не с Украиной. Наша страна воюет с 3 миллионами 600 тысячами представителей армии НАТО и с населением 800 миллионов человек. По поводу Америки у нас много различных стереотипов, страшилок. И мне захотелось показать, какая на самом деле сегодня Америка. Что американцы думают про Россию, хотят ли они Россию завоевать. Какие проблемы есть в Америке. Что такое американская бедность, как выглядит американское богатство. Что такое свобода сегодня для американцев. Есть ли здесь пропаганда, если есть то, как она выглядит и каким американцы видят будущее. Как это проявляется? Мы поедем по штатам, мы побываем в разных штатах, и богатых, и бедных. Пообщаемся с бедными американцами, с богатыми, с журналистами, с, не знаю, с первыми встречными на дороге. И будем задавать им самые разные вопросы и про Россию, и про Америку, и про будущее человечества. Я не знаю, какой получит наша поездка, потому что у нас нет четкого плана. Абсолютно импровизация. Да, но я точно знаю, что мы постараемся вам честно показать настоящую Америку. У нас выйдет несколько фильмов с разными проблемами. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. И также в описании будут ссылочки на Стаса Кучера, на его соцсети, на них тоже подписывайтесь. А мы начинаем, пора в путь. И не давайте себе скучать. Ну а начнем, как вы уже поняли, с бедности и богатства. Ведь еще с советских времен все в России знают. В Америке хорошо живут только буржуи, а простые рабочие умирают в нищете. Друзья, а вы выбираете книгу по обложке? Существует мнение, что так делать не стоит. А вот Чип Кид с этим не согласен. Американский писатель Джеймс Элрей назвал Кида величайшим дизайнером обложек книг. Американское издание USA Today прозвало его рок-звездой графического дизайна. В 1986 году Чип Кид устроился в одно из ответвлений крупного американского издательства Random House на должность младшего помощника дизайнера. Сейчас он помощник арт-директора. Его самая знаменитая работа – это обложка книги Майкла Крайтона «Парк Юрского периода». Говорят, что именно благодаря успешной обложке Стивен Спилберг решил сделать экранизацию. Кид также разрабатывал обложки для книг Кормака Маккарти, Донны Тарт, Харуки Мураками и многих других известных авторов. Графический дизайнер создает не только обложки книг. Он разрабатывает упаковки товаров и продуктов, макеты сайтов, делает иконки, рекламные баннеры и логотипы. Графический дизайн отвечает за визуальную презентацию бренда. Освоить эту профессию можно на курсе образовательной платформы «Нетология». Вы будете изучать графические инструменты с нуля до продвинутого уровня. Во время обучения сможете выбрать портфолио и начать брать первые заказы через 4 месяца с начала курса. Кураторы, эксперты и аспиранты будут поддерживать вас в течение всей программы и не дадут сойти с дистанции. Кстати, именно выпускники «Нетологии», чаще чем студенты, окончившие обучение на других платформах, довольны обучением. Каждый второй готов рекомендовать курсы платформы своим друзьям. Такие данные опубликованы в исследовании Forbes Education в феврале прошлого года. Кроме того, «Нетология» поможет составить резюме и подготовиться к собеседованию. А лучших студентов образовательная платформа направляет на стажировку к своим партнерам. Вы можете работать дизайнером в агентстве, крупной компании или на фрилансе. А если что-то пойдет не так во время обучения, и вы поймете, что это не ваше, то сможете перевестись на другой курс или же вернуть деньги. В течение первых трех уроков можно оформить возврат на всю сумму. А начиная с четвертого будет произведен перерасчет стоимости оставшихся занятий. Чтобы записаться на курс, переходите по ссылочке в описании к этому ролику. А по промокоду Варламов вы получите скидку 45% на все платные онлайн-курсы «Нетологии». Куда мы приехали? Мы приехали сейчас к дому Стэси и Марка Томкинс. Это очень интересная пара, с которой я совсем недавно познакомился, которые очень необычные американцы с той точки зрения, или наоборот обычные, потому что она такая, она все время говорит, она решает все вопросы, он работает. Она финансовый директор, президент компании одновременно, а он просто работает и катается на водных лыжах. И они живут в такой провинции недалеко от Нью-Йорка, на берегу озера, всю жизнь. То есть это, можно сказать, как наша рублевка, нет? Посмотри, вот это как раз интересная штука. Многие, кто приезжает из Москвы, приезжал, сейчас уже не приезжает, только ты, все время говорили мне, покажи, как живут богатые американцы, покажи, как живут богатые американцы. И я говорю, ребят, ну, я не знаю, они много где живут. Нет, свози нас на американскую рублевку. И, в принципе, ты можешь отъехать 15 минут от Нью-Йорка в любом направлении и найти там то, что тебе покажется американская рублевка. То есть деревья, за деревьями дома, красивые особняки. У них хороший большой дом, но это не какой-то выдающийся люкс-особняк по-американскому. Окей, да, давай не рублевка, но новая Рига. Средний класс. Это, короче, нет, это все равно выше среднего класса. Это то, что называется upper-middle-class. Стэси родилась здесь. Она здесь живет с детства. Они познакомились с Марком на этом самом озере. Ну, то есть это на самом деле такие типичные американские провинциалы. Поэтому, мне кажется, очень полезно будет поболтать с американскими провинциалами и узнать, что они думают про политику, про медиа, про богатство, бедность, про республиканство, демократов. Ну, короче, обо всем. Знаете, когда я рассказал Илье о вас, о том, что вы всю жизнь живете здесь, на озере, его первая реакция была «Да? Они же богатые». Почему они не переедут в Калифорнию или другое модное место? Потому что, например, в России богатые обычно живут в Москве или Санкт-Петербурге. В крупных городах, потому что это удобнее. Ну, во-первых, он ненавидит большие города. К тому же здесь наш бизнес, поэтому мы не уезжаем отсюда. Не назвала бы нас такими уж богатыми. Совсем нет. Мы живем между тремя штатами. На самом деле, это очень богатый регион, Хадсон-Валли. Нет, секунду, у вас прекрасный дом. И не один, насколько я знаю. Несколько лодок, включая эту, очень даже неплохую, и вы говорите, что вы не богатые. Думаю, все относительно. Вы правы. По сравнению со среднестатистическим американцем, мы богатые. Но, с другой стороны, я смотрю на некоторых своих родственников, которые живут гораздо лучше нас. С потрясающего озера, недалеко от Нью-Йорка, где живут весьма небедные американцы, перенесемся в дом пенсионеров в маленьком городке в Северной Каролине. Слева у меня роскошные дома, каждый из которых хочется сфотографировать на открытку и отправить эту открытку домой. Они очень стильные в плане архитектуры, и это выглядит, как какая-то вот такая вот сказка. Здесь нет заборов. Мы можем идти и любоваться всей этой красотой, куда бы мы ни посмотрели. И это не Рублевское шоссе. Каждый дом, который я вижу, дубы, хочется останавливаться, фотографировать их, потому что необычайная красота. Слушай, нормальные деревенские дома. Я думаю, в России, если бы, ну, это был бы очень богатый какой-нибудь такой поселок, ну, даже в регионах, в регионах тем более, где, скорее всего, мы воверх просто так бы не ходили. Он был бы за забором и с какой-то охраной. И я уверен, дополнительно было бы еще кучу заборов около каждого дома. Ну, смотри, это действительно так. И давай не будем никого обманывать. Это, безусловно, не бедный район. И это не бедный район города Блоуэн-Рок. И сам Блоуэн-Рок — это не бедный городок. Но при этом это и не то, что в Америке называется словом «богатый» или «очень богатый». «Кто в Соединенных Штатах считается бедным, а кто богатым?» Например, ваша семья, ваша пара. Как ее можно описать? Средний класс, ниже среднего, выше среднего, богатые, очень богатые. Я бы сказал «средний класс». Средний класс — это настоящий культ в Америке. Считается, что именно от него зависит вся страна. При этом класс делится на подклассы. Например, верхний средний класс — это управленцы с хорошим образованием, чей доход выше 100 тысяч долларов в год на семью. А нижний средний класс — это в основном рабочие, которые в год получают не более 60 тысяч. Вы проезжали гольф-клуб здесь недалеко. Там собираются верхняя прослойка среднего класса и богатые. Нам кое-как удалось попасть в этот клуб. Мы играем там в гольф и познакомились с огромным количеством людей. Забавное чувство, когда вы вступаете в загородный клуб, где есть как миллионеры, так и представители среднего класса вроде нас. Вы оказываетесь в среде, где люди уже заработали свое состояние, и никто не пытается кому-то что-то доказать. Так и должно быть. Некоторые ваши друзья очень богаты, а некоторые зарабатывают гораздо меньше вас, но вы все отдыхаете вместе и приятно проводите время. Потому что никто не пытается казаться лучше, чем он есть. Вы просто наслаждаетесь жизнью. Получается, если человек состоит в загородном клубе, он богатый или богаче среднего? Нет. Это средний класс. Я бы сказал, средний класс. А в чем разница между средним классом, верхней прослойкой среднего класса, богатыми и очень богатыми? Я не могу назвать точную цифру, где проходит эта грань. Когда вы работали, какая в среднем у вас была зарплата? 35 лет назад, мне кажется, моя самая высокая зарплата составляла 30 тысяч долларов. 30 тысяч в год? В год. Точно в год? Точно. Это было 35 лет назад. А этот дом вы купили 25 лет назад. Сколько он тогда стоил? Бэггбэн? Да. 300 тысяч. Дом тогда стоил 300 тысяч, и вы, получая в год 30 тысяч, смогли себе позволить дом стоимостью 300 тысяч? Да. И вы являетесь собственником дома? Да, именно так. Он получал 30 тысяч долларов в год, то есть меньше 3 тысяч долларов в месяц, когда купил в итоге этот дом за 300 тысяч североамериканских долларов. Я сейчас не преувеличиваю, но действительно это такой нормальный средний класс. В принципе, вот это то, на самом деле, что, конечно, нравится в Штатах, это то, что в разных частях страны, не только на западном побережье, на восточном, не только в столице или рядом со столицей, но практически везде, в любой провинции, ты обязательно найдешь район, и не один, где люди будут жить вот так. Более того, чем дальше один дом от другого расположен, тем выше вероятность, что это красивый, классный дом, и что он, в принципе, дешевле. Одна из ключевых черт американцев – это протестантская рабочая этика. В стране действительно царит культ работы, и если американец успешен, то будет по праву гордиться этим, ведь добился всего своим трудом. В России на этот вопрос традиционно смотрят иначе. У нас очень большая проблема с отношением к деньгам. То есть мы, большинство людей, почему-то негативно воспринимают много зарабатывать, стремиться к тому, чтобы много зарабатывать, или покупать какие-то, опять же, излишние вещи. И это очень большая проблема. И, кстати, мне кажется, что это культивируется еще. Ну, какими-то силами, возможно, я не знаю, как правильно назвать. То есть что много зарабатывать – это зазорно. Это привычка, что придет какой-то дядя, тебе даст работу, даст за это деньги, и у тебя будет все хорошо. Это нежелание людей брать ответственность за себя, на себя. Лично у меня проблемы из-за того, что я это говорю, и я даже не знаю. Скажу вам честно, и многие меня, наверное, осудят, но я правда не считаю, что обязаны решать проблемы других людей. Я усердно работаю, мне ничего не досталось просто так. Никто не принес нам все готовое. Нам не досталось какое-то большое наследство, мы зарабатывали своим трудом. Мы трудились, трудились и еще раз трудились. Я обеспечиваю сам себя с 15 лет. Родители не платили за меня. Я сам покупал себе еду, одежду. С 15 лет никто меня не обеспечивает, только я сам. 5 лет я жил в доме без отопления, потому что у меня не было денег. Но я заработал на дом. Я усердно работал. И мне все досталось тяжелым трудом. Так что я считаю, что усердно работая, человек может преодолеть практически любые трудности. Как вы слышите, для Стейси, Марка и Гомера важный признак успеха — это собственный дом. Но части американцев приходится жить не в полноценных домах, а в трейлерах. Совершенно понятно, что это ниже, чем lower-middle-class. Это бедные люди. Это действительно бедные люди. И, конечно, любой американец, пусть там знакомый-незнакомый скажет, что вот именно так выглядят бедные люди, вот именно так они живут. Это место похоже на отдельный район. Да. Как оно называется? Трейлерный парк. Трейлерный парк? Да. Раньше здесь стояло больше трейлеров, но вот тот, например, сгорел. Значит ли это, что вы переезжаете с места на место? Нет, мы расположились здесь. Но при желании трейлер можно увезти в другое место. Сколько вы уже живете здесь? Я живу здесь 4 года. А моя жена и теща живут здесь уже 11 лет. Кстати, а сколько вообще стоит такой трейлер? Зависит от модели. Это модель 70-х годов, есть такие же, выпущенные в 2000-х. Одиночные стоят где-то 40 тысяч, двойной и тройной, до сотни. Сколько человек там живет? Сейчас трое. Насколько квадратных метров? Точно не знаю. Ну а комнат сколько? Две спальни, одна ванная, гостиная и кухня. То есть как трехкомнатная квартира? Да. А вообще хорошо здесь живется? Да, здесь очень тихо. Простите за такой вопрос. Дело в том, что люди в нашей стране практически ничего не знают о жизни в Америке. Но те, кто здесь живет, они относятся скорее к среднему классу, ниже среднего, выше среднего или к бедным. Скорее всего, это нижняя прослойка среднего класса. В России, если в семье три автомобиля, это богатая семья. А здесь у семьи может быть три автомобиля, но их дом даже не похож на дом. Точно. Интересно, как так получается? Как вы и сказали, это зависит от вашего социального и экономического класса. Класс ниже среднего, средний и что там еще, грань между ними сдвигается. Да, в таких районах живут в основном семьи с низким доходом. Но здесь также есть семьи из низшей прослойки среднего класса. Они просто зарабатывают чуть больше. А люди из верхней прослойки обычно владеют такими парками, а сами живут в домах побольше. Что вы называете низким доходом? Зависит от того, как посмотреть. В Штатах обычно считается, что... Это 40 тысяч в год. 40 в год. Да. В России ваш доход считается низким, если, приходя в магазин, вы обнаруживаете, что не можете купить то, что захотите. Когда, например, вам не хватает на мясо, и приходится покупать сосиски вместо хорошего мяса. Когда у вас не хватает денег на фрукты или свежие овощи. А здесь как? Здесь люди с низким доходом получают что-то вроде талонов на еду и могут купить, что захотят. Некоторые злоупотребляют этим. На талон можно купить себе бургер или что-то такое. Но не первоклассный стейк, конечно. Это да. Ну что, посмотрим, как выглядит жилой трейлер изнутри. Вот так вот выглядит трейлер-дом. То есть тут полноценно... О, у них еще кошка есть. То есть тут полноценный туалет, ванная и... И как мы сняли детскую. Спальня. И спальня такая маленькая, метров, наверное, 5-6 квадратных. Ну, кстати, квартира больше... Спасибо, у вас очень уютно. Здесь должно быть комфортно жить втроем. Да, нам нравится. Но это бедность. Это не то, что он выше, он lower-middle класс. Я думаю, что это просто ему нравится относить себя именно к нижнему и среднему классу. Но, конечно же, это бедность. И любой американец, которому ты можешь показать эти кадры, он, конечно, скажет, что здесь у них бедные люди, которых абсолютное меньшинство. То есть ты не отнесешь их ни к 20% на Союзную Америку, ни к 15%, это меньше. То есть это как раз те люди, которых, наверное, ну, может быть, даже еще меньше, чем самых высших богачей. Мы пошли исследовать трейлер-парк дальше. Это обыкновенные трейлеры. Такое можно легко купить самому. Можно купить совершенно новые, а эти уже поддержаны. Есть и новые? Нет, это не новые. Да, я вижу. Можно поехать туда, где продают трейлеры, и купить себе совершенно новый. Если у вас много денег, то вы просто приезжаете и покупаете. Нам просто интересно понять, сколько стоит вот такой стандартный трейлер. Их сдают в аренду. В аренду? Понятно. Да, некоторые берут их в аренду. Другие покупают. Некоторые трейлеры здесь в очень плохом состоянии. А это ваш трейлер? Нет, я его снимаю. Снимаете? Да, снимаем с сыном. Сколько вы платите в месяц? В месяц 400 долларов. 400? Некоторые платят по 450 за их трейлеры. 425 или больше. А вы на пенсии? Да, я не работаю. А ваш сын? Он работает. Он сейчас как раз на работе. Да, а чем он занимается? Он работает на заправке «Серкл Кэй». Да. Недалеко отсюда. Просто интересно понять, как это работает. Дома не похожи на дома и выглядят не очень, зато машины выглядят отлично. Значит ли это, что тут живут бедные люди? Или средний класс? Думаю, средний класс. Обратите внимание, что даже она, когда мы ее спросили, она тоже себя не считает бедной. Она сказала, что он тоже миддл класс. Вот вы говорите, что относите себя к среднему классу. Но в трейлерном парке мы разговаривали с одной женщиной. Она живет в старом потрепанном трейлере, который вообще ничем не похож на ваш прекрасный дом. Мы спросили ее, к какому классу она себя относит. Она ответила, к среднему. К нижней прослойке. Нет, нет, это парень сказал, что он в нижней прослойке, а женщина сказала, наверное, средний класс. Думаю, таким образом они пытались сказать, что не живут на пособие, что они оба работают. И в их представлении они живут неплохо. К среднему классу себя относят даже некоторые жители из совсем уж кошмарных трейлер-парков. Мы путешествуем по Америке и наблюдаем вещи, которые нам видеть непривычно. Сначала мы посмотрели на обычные дома, потом на дома богатых, а в данном случае это даже домами назвать нельзя. Да. Такая тоже бывает Америка. Мы тут пришли к чуваку, у кого вот такие вот собачки и вот такой вот трейлер. Мо говорит, что это тоже миддл класс. В 20 минутах езды отсюда у меня два дома. Два дома? Да, но моей жене там не нравится, поэтому мы их сдаем. Понятно. А сами живем здесь. Вы живете здесь, в этом доме, верно? Да. И еще у вас есть два дома в другом районе. Да. Это трейлеры или... Нет, обычные дома. Моей жене не нравится их расположение, поэтому мы живем здесь. Получаем деньги со сдачи домов в аренду. Сколько у вас собак? Четыре взрослые и щенок. Выглядят агрессивными. Они и есть агрессивные. На вашем месте я бы к ним не подходил. Да, они у меня злые. А чем вы занимаетесь? Кем вы работаете? Я на пенсии. На пенсии? Ясно. А раньше где работали? Я 18 лет работал механиком. Механиком в компании, производящей пылесосы. А на последнем месте работы мы производили цилиндры для государственных военных. Давай я скажу прямо вообще на чистоту. Значит, конечно же, да, я всегда чуть-чуть, не то что напрягаюсь, у меня возникает такое легкое чувство досады каждый раз, когда я вижу, как Илья хочет остановиться, сфотографировать или тем более снять на видео каких-нибудь, ну, совсем уже падших элементов, да, и поговорить с ними, и пообщаться. Потому что у меня возникает, ну, такое, знаете, ощущение, что ну, давай мы сейчас наснимаем очень много бедных, и потом скажем, что вот в Америке, да, очень много бедных, и все это будет, особенно в нынешнем контексте американофобии и рассуждения российской пропаганды, смотреться как в чем-то не столько... То есть любая критика Америки, она сейчас так или иначе воспринимается в России как, ну, смотрите, у них тоже плохо, как такой вот-эбаутизм, да, есть такое выражение, вот-эбаутизм. То есть типа, а у вас негров линчуют, да. И поэтому я с известной долей такой настороженности отношусь вот к просьбам, или, а давай остановимся, давай снимем этот трейлер-хаус, а вот там бомж пошел. Но при этом, конечно же, я прекрасно понимаю, что вот такие поселения, да, где просто живут много в одном месте, не просто бедных, но еще и больных людей, это действительно, ну, такая примета Америки. То есть если в России есть спивающиеся и спившиеся деревни, мне приходилось снимать их в Карелии, например, особенно, то есть просто целая деревня такая спившихся людей ходят по улице алкоголики, просят водку, вот такие абсолютно асоциальные элементы, это тоже есть. Но это, ну, как бы деревне было хорошо, стало плохо. А здесь вот просто люди, которые съезжаются, покупают или арендуют вот эти самые трейлеры, просто потому что, ну, просто потому что им так удобнее жить. И, конечно же, любой нормальный американец задает себе вопрос, ну, как это вообще возможно, что в стране, которая, по сути, является там самой богатой в мире и претендует, как минимум, на мирового лидера во всем, мирового трендсеттера там во всем, в инновациях, в экономике, в том числе в программах, кстати, борьбы с бедностью, и в этой стране есть то, что ты, ну, где ты еще такое увидишь? Такое увидишь только в беднейших странах. Как вы видите, к среднему классу себя стремятся отнести все американцы, как те, кто плавает по озеру в собственной лодке, так и те, кто живет в трейлер-парке. Почему? Потому что средний класс – это основа Америки. По данным Бюро переписи населения, более 50% жителей США имеет средний доход на дом от 35 до 150 тысяч долларов США. Самая большая подгруппа – это более 16% американцев, которые зарабатывают от 50 до 75 тысяч долларов в год на семью. А знаете, что такое настоящий средний класс? Это, например, люди обычных рабочих профессий, таких как пожарные из маленьких городков. Это люди, которые в старости не нуждаются в деньгах и могут себе позволить, например, путешествовать. Меня зовут Крис Колби, я заместитель начальника пожарной охраны здесь, в Белпасте. Работаю здесь с января. До сих пор разбираюсь, как тут что работает. Вы замначальника пожарной охраны, при этом вы сами своими руками забиваете гвозди в стену. Да? Почему вы решили пойти работать пожарным? Однажды, когда я был в колледже, я приехал в родной город на Рождество и встретил друзей из школы, которые записались добровольцами в местную пожарную часть в Нью-Джерси. Как-то раз дом наших соседей загорелся. Я вышел посмотреть, как его тушат, и был поражен увиденным. Тогда я начал посещать специальные занятия, и вот с тех пор я хотел стать пожарным. Это было до или после 11 сентября? Да, это было в 94-м. Можете рассказать подробнее о роли пожарных в жизни американцев? Конечно, пожарные везде играют важную роль, но мне всегда казалось, что в Штатах к ним особое отношение. Да, даже до 11 сентября общество высоко ценило труд пожарных, а после уважение к пожарным выросло в несколько раз. Думаю, мы до сих пор пользуемся тем статусом, который появился у нас после 11 сентября. К сожалению, чтобы привлечь внимание к нашей работе, должно было произойти это ужасное событие. Но так уж получилось. Вы когда-нибудь рисковали жизнью? Да? Например? Каждый раз, когда приходится заходить в горящее здание или машину, которая попала в аварию. Или ситуации, когда сталкиваешься с опасным преступником. А это разве не работа полиции или шерифа? Вообще да. Но, как правило, это люди с проблемами с психикой, и мы помогаем с этим. Оказываем помощь их жертвам или им самим, если они себя поранили. Наши работы тесно связаны друг с другом. Мы во многих ситуациях пересекаемся с полицейскими. Там, откуда мы родом, все по-другому. Если не секрет, какая у вас зарплата? Зарплаты везде разные. Нам удалось добиться повышения зарплаты в городе. Зависит от того, что именно вы делаете. Только тушите огонь или также имеете сертификат парамедика. Существует три уровня специалистов по оказанию скорой медицинской помощи. Базовый, продвинутый и парамедики. Они зарабатывают больше всех. Я бы сказал, что мы получаем примерно 27 баксов в час. 27 в час. И сколько выходит в среднем в месяц? Где-то 45 тысяч в год. 45 в год. По местным меркам это много? Очень мало. Мало? Это не та работа, где можно заработать приличные деньги. Нам не так хорошо платят. И все это понимают. Люди идут в эту профессию не с целью разбогатеть, а потому что это их призвание. То есть вы относитесь к среднему классу, выше среднего или ниже среднего? Средний или выше. Можно неплохо жить. Работа есть всегда и много переработок. Но принимая во внимание то, что ваша профессия вызывает уважение в обществе, почему вам не платят больше? Мы сами задаем себе этот вопрос. Моя жена учительница, и учителя сталкиваются с той же проблемой. У них очень важная работа, но она, как правило, плохо оплачивается в Штатах. Я не знаю, почему так. Но думаю, если мы продолжим работать за такую низкую ставку, ни у кого не будет мотивации вдруг начать платить нам больше. Жаль, конечно, что пожарные в Америке не хотят платить больше. Но российские коллеги Крису бы только позавидовали. В России средняя зарплата пожарного менее 600 долларов в месяц. Понятно, что у нас цены другие. Но о тысячах долларов в месяц большинству россиян остается только мечтать. Так же, например, как и о путешествиях на пенсии. Ну, вот, собственно, мы просто с Ильей решили подойти к этой парочке. Всем, чтобы спросить у них, что они здесь делают. Они сразу согласились с нами поговорить. И выяснилось, что, например, мужчина, его предки приехали сюда в 1632 году. Представляете? Человек с тех времен знает свою историю. Это просто потрясающе. Как вы здесь оказались? Вы живете здесь? Нет, мы живем в Миннесоте. Сюда мы приехали отдохнуть. Нам очень нравится побережье в штате Мэйн. До этого мы уже были здесь дважды. Это интересное и живописное место. Мои предки сюда приехали еще в 17 веке. Это еще один фактор, почему мне здесь нравится. Вы сейчас на пенсии? Да. А вы путешествуете одни или с группой? Одни. Мы уже много где побывали. Как часто вы путешествуете? Как правило, несколько раз в год. В путешествиях вы проводите месяц, два месяца в год? Это двухнедельное путешествие. А в среднем в год сколько времени вы проводите путешествия? Сколько времени? Ну, зимой мы ездим в Южные Штаты на месяц или два. Так что около двух-трех месяцев в год. Но под путешествиями я также понимаю наши поездки как внутри штата, так и в другие штаты. Мы были и в Европе, и в Азии. Европа, Азия. Вы поездили по миру. Да. Мы много где были. Мы спрашиваем, потому что хотим сравнить уровень жизни. И на что пенсионерам в Америке хватает денег, а на что не хватает. К какому классу вы бы себя отнесли? Средний класс, высший средний, низший средний, богатые, бедные. Высший средний. Да. Да, я тоже так думаю. Однажды я сказала своей подруге, которая живет в Норвегии, где все так дорого. Хотела бы я быть богатой. Она ответила, ты и так богатая. Ха, как скажешь. Для многих в мире это правда. Мы с Ильей ездим по стране и познакомились с действительно бедными людьми. Мы даже натыкались на трейлерные парки и останавливались посмотреть, потому что мы никогда раньше не видели такого. Люди, которые живут в этих трейлерных парках, часто очень-очень бедные, а большинство... В одном из парков они все были больны. Я имею в виду, у них что-то не в порядке с головой. Это да. Они в каком-то странном психическом состоянии. Возникает вопрос. Если США это такая богатая, такая процветающая страна, то почему здесь такое возможно? Вы говорили, что люди принимают как должное некоторые вещи, которых раньше не было. Раньше такое было возможно? Да, бедных было даже больше. Главным наркотиком в 50-х был алкоголь. Тогда не было всех тех наркотиков, которые распространены сейчас. Героин и прочее. Но одной из главных проблем в США и во многих других странах остается огромная разница между очень богатыми и очень бедными. Меня это беспокоит. Большой вклад в это внесла республиканская партия. То, что делал Трамп, снижал налоги для богатых и крупного бизнеса. И вот этот разрыв становился все больше и больше. Разрыв между очень богатыми и бедными. Хоть у нас и работают различные социальные программы, богатство в Америке распределено очень несправедливо. Меня это очень беспокоит. Ну, у нас достаточно социально направленное государство, скажем так. Нашему бедному человеку проще прожить, чем их бедному человеку, я считаю. Не знаю, были вы в Нью-Йорке или нет, я просто очень много смотрел и тревел-блогов про Нью-Йорк. Вот конкретно я говорю, вот конкретно Нью-Йорк. Про остальные города и штаты я ничего не говорю. Конкретно Нью-Йорк. Сразу огромные палаточные лагери бомжей, которые сидят на пособии в 500 долларов, по-моему, что-то такое. И им как бы этого не просто, чтобы выживать. Это вообще, они на это живут, покупают себе палатку, и как бы вот они такие вот нахлебники у государства. Им ничего не надо, у них есть пособие, они пьют, колют себе непонятные штуки и чувствуют себя вообще отлично. Но это же не жизнь. Могу порадовать российскую пропаганду, ведь бездомные встречаются даже в самом центре столицы США. Вашингтон, самое сердце Америки, здесь находятся все главные министерства, Белый дом, Капитолий, госдеп, музей, в общем, чего здесь только нет, здесь все чиновники, в общем, деньги, очень помпезный величественный город, широкие улицы, чистота, красота, но даже здесь есть бездомные. Но бездомные здесь необычные. Вот мы сейчас находимся буквально в километре от монумента Линкольнум, и здесь вдоль трассы стоят палатки, огромные палатки, в которых живут люди. И это не просто палатки, а такие как небольшие городки, то есть у людей там есть урна, стол, стулья, гриль, на который, видимо, они себя готовят. То есть просто они устроили кемпинг на каком-то пустыре вдоль дороги. Вот где такое еще увидишь, такой контраст, только в Америке. За моей спиной один из символов Америки, мемориал Линкольну. Здесь на лужайке перед ним лежит чей-то матрасик и мешок с вещами, потому что кто-то здесь спал, уже проснулся и пошел по своим делам, но вечером он опять вернется. Вот так вот, в Вашингтоне, в столице США, можно спать прямо в самом центре, на лужайке, еще с комфортом. Целые городки бездомных есть и в одном из самых богатых городов мира, Лос-Анджелесе. Тут надо отметить, что городки эти расположены в даунтауне Лос-Анджелеса, который хорошим местом для жизни не был никогда. Американцы предпочитают жить в пригородах, если у них есть такая возможность. А центры городов зачастую достаются маргинальным слоям населения, в том числе и бездомным. Но богатые дома Санта-Барбары, Беверли-Хиллз и Малибу вы и так посмотрите в сети. А я решил показать вам изнанку легендарного города ангелов. За моей спиной легендарный клуб-тренажерный зал Gold's Gym, который расположен на Винус-Бич в Лос-Анджелесе. Открыт он был в 65-м году, а известен стал потому, что именно сюда ходил Арнольд Шварценеггер. Именно здесь занимался он своим бодибилдингом, и поэтому культовое место для бодибилдеров и фанатов Арнольда Шварценеггера. И опять же интересно, что такое замечательное место и место с историей, известное. Народ тренируется, качается прямо на солнышке, а вокруг клуба все в палатках. Если мы посмотрим на улицы вокруг, то мы видим такие настоящие палаточные города, где живут бездомные. И это не какие-то там грязные бездомные, которые спят на коробках, а у них здесь прямо дома, кухни, туалеты, шкафы, прямо на тротуарах. Благо погода здесь в Лос-Анджелесе и позволяют в ровный год жить на улице. Посмотрим сейчас на контрасты Лос-Анджелеса. Здесь просто милейшие домики, чистота, порядок. Просто сказка. Идешь и наслаждаешься просто видами цветы. Посмотрите, вот очень красивые домики, машины, все ухожено. В общем, такая вот красота. И если мы переходим улицу, достаточно перейти улицу, и мы попадаем в настоящие трущобы. Город бездомных, потому что там уже все тротуары заняты палатками. Ну все, мы переходим улицу, и здесь просто меняется картина кардинально, потому что здесь город бездомных. Здесь уже палатки у людей, велосипеды, то есть это, ну, бездомных здесь такое вполне серьезное, обустроенное жилище. Даже какое-то украшение есть у дома, бутылки с водой. Народ тут прямо отживет основательно. Картины вон люди вешают. А в палатках там нормальные, там кровати, шкафы. Тут не просто бездомные, тут настоящий такой вот палаточный городок, гриль, туалеты, умывальники, да. И люди здесь не боятся оставлять машины. Вот здесь кто-то спит, он в палатке, нога торчит. Здесь вот стоят дорогие машины. Никто не боится за них, спокойно люди паркуются. Такие вот контрасты здесь, в Лос-Анджелесе. Своя атмосфера у людей. Демократия и свобода. Куда мы приехали? Куда ты нас привел? Мы находимся в районе Скидроу. Он буквально в нескольких блоках от даунтауна Лос-Анджелеса, от знаменитых небоскребов. Но многие думают, что небоскребы это центр города. Это не центр, это просто деловой район. И рядом с этим районом есть такой неблагополучный район, называется Скидроу, который неблагополучный уже почти 100 лет. То есть это такая лос-анджелеская хитровка. Ну пошли. Но, да, пойдем посмотреть. Не, нормально. Народ прямо спит в палаточке, припарковался, белые носки, все нормально. Народ употребляет какие-то наркотики и есть у них ментальные проблемы. Не, ну место, конечно, не самое приятное. Интересно, как это все сказывается на стоимости недвижимости? Здесь же какие-то офисы, наверное. Нет, здесь нет. Ну вот там, на самом деле, вот мы из Ванлока дойдем, там же Литл Токио. Там уже все более-менее нормально. Даже здесь уже вот. Вот это явно было плохое здание, его кто-то купил и сделал лофт. И, скорее всего, здесь можно снять квартиру сейчас. То есть район постепенно джентрифицируется. Слушай, нет, ну выглядит это все, конечно, жутковато. Народ, я думаю, мы сейчас с кем-то поговорим, но народ здесь такой не очень общительный. Как вы? Счастливого воскресенья! Счастливого! Как вас зовут? Как еще раз? Смали. Вы здесь живете? Живу. Сколько вам? 50. 50 лет. Вы бездомный? Да. Как долго? Уже 15 лет. 15 лет? Что с вами произошло? Ну, знаете, сначала все было хорошо, а потом вдруг перестало. Я бездомный, но я по-прежнему работаю. Работаете? А кем? Я водитель. Водителем? Здорово. Я также занимаюсь организационными моментами. Не хочу терять эту работу. Хоть я и бездомный, я сам готовлю себе поесть, у меня есть плита, есть музыка. Вы живете здесь? Можно посмотреть? Да. Отлично. Скромно, конечно. Вещей у меня немного. Да нет, все хорошо. Вы сказали, что вы водитель. А что вы водите? Фургон с едой. Фургон с едой? Понятно. А вам здесь помогает кто-то? Мне, в общем-то, не нужна помощь. Мне просто нужно усердно работать. У меня есть работа, чтобы выживать. Угу. Угу. Есть прямо у гнезей, что такой народ, как зомби ходит. Да. Особенно ночью. Ночью. Мертвецы. Здесь такой вот, половина народа, будь-то такой подупоротый. В таких местах, самое неприятное, если ты на каких-то, на дилеров наткнешься. Они могут расстроиться, что ты их снимаешь, и они, скорее всего, будут адекватными. Да, на самом деле, это очень важный момент, как грамотно помогать. В России я периодически сталкиваюсь с ситуациями, когда, например, люди, не зная, как помогать, часто блогеры, вот есть такой ради хайпа, они так идут, например, и мы будем раздавать всяким бомжам, бездомным, будем раздавать деньги или еще что-то. И зачастую они делают только хуже. То есть они зарабатывают лайк там у аудитории, которые, ой, как замечательно, там бездомному дали там 5000 рублей. А то, что этот бездомный пойдет сейчас на эти 5000 рублей, купит себе бухла или наркоты и умрет от передозы, уже дальше потом никто не думает. Деньги ему, конечно же, не помогут. И помощь бездомному это довольно сложная программа, потому что человеку нужно дать работу, восстановить документы, как-то вернуть его в общество, вылечить. И это не делается просто раздачей бабла. Понятно, что да, всякие благотворительные ситуации, кто их хотя бы кормит и как-то им помогает, это окей, но комплексная помощь, она должна быть грамотной. пообщаться с бездомными нам удалось в Гарринсберге, одном из лучших городов для семейной жизни в Америке по версии Форбс. Мы добрались до столицы Пенсильвании. Это, кстати, не Филадельфия, это Харринсберг. Замечательный небольшой городок, 50 тысяч человек. И что самое интересное, когда я нашел его на карте, Стас вообще не знал о его существовании. Как выяснилось позже, не знал о его существовании, потому что в Википедии прочитал, что уровень преступности здесь в 4 раза выше, чем в среднем... Здрасте, ты все про меня рассказал, ты все про меня рассказал теперь. Не совсем так, я знал о его существовании, но честно не знал, что это столица Пенсильвании, потому что крупнейший город Пенсильвании Филадельфия, есть еще несколько больших городов. Но главное, действительно, я ехал однажды с семьей, проезжал мимо, хотел где-то остановиться, читаю Википедию, открываю, там написано город банкрот, уровень бедности сумасшедший, уровень преступности какой-то еще более огромный, безработица высокая. Прочитал все это, решил, что все-таки, поскольку я еду с ребенком, лучше остановиться в придорожном отеле где-нибудь за пределами Харрисберга. Конечно же, бездомных варламов нашел и здесь. Ну, если серьезно, дело не варламы, они, правда, есть. Они на солнце, выходят на улицу, они здесь спят, в основном летом, и мы с ними пообщались. Как вас зовут? Джоун. Приятно познакомиться. Сколько вам? Шестьдесят. Шестьдесят. Вы родом отсюда? Вы спрашиваете, здесь ли я родилась? Да. Нет, я родилась в Шарлотте, Северная Каролина. И переехали сюда. Когда я была маленькая, мама привезла меня сюда. Не знаю почему. У вас есть дом? Нет. Почему? Не знаю. Вы не хотите или... Хочу, но я жду, чтобы получить свое социальное обеспечение. А почему сейчас его у вас нет? Я обращалась за ним совсем недавно. Нужно быть определенного возраста. Если вы на пенсии, вам полагается только часть выплат. Если вам шестьдесят два, шестьдесят четыре... Вы когда-нибудь работали? Я всю жизнь работала. А где? Я работала в Пен Дот. Где? В департаменте транспорта Пенсильвании. Я работала там тридцать пять лет. И еще десять в другой компании. Как так вышло, что вы потеряли работу? У меня начались проблемы с бедром, воспаление седалищного нерва. И проблемы с коленями. Я не могу ни сидеть, ни стоять. Вам помогает кто-то? Нет. Государство никак не помогает? Есть приюты для бездомных. Лично я работаю, и государство платит мне зарплату. Но у многих здесь нет никаких источников дохода. А почему они не устроятся на работу? Я не знаю. Спросите у них. Я получаю пособие по состоянию здоровья, но денег на жизнь у меня нет. То есть вы получаете пособие, но денег у вас не хватает? Да. А вы когда-нибудь работали? Сейчас я не могу работать. До этого я работал всю жизнь. А кем? Машинистом. Понятно. Но я не могу больше работать. А почему? Печень болит, почки, нога. Нога воспалилась. Компания сказала мне, что мы тебя не увольняем, мы просто хотим, чтобы ты взял паузу, поправил здоровье. Но только кто будет платить по моим счетам? Да, но ведь вы же работали всю жизнь, значит, вы должны получать какое-то пособие, пенсию. Да, пенсию, но они заставляют ждать. Когда здесь была пандемия, и все госструктуры были закрыты, никуда не пускали. Приходилось везде звонить. Но даже когда звонишь, они отказывают. Чтобы получить от них свои деньги, нужно нанимать юриста. И юристу тоже нужно платить за работу. Это какой-то порочный круг. За что Харрисбургу нужно отдать должное, здесь они кормят бездомных. Они действительно пекутся о еде для бездомных. Как ни в каком другом городе. Я сам родился здесь. И они все тоже. Но сюда приезжают люди отовсюду. Вы сказали, что вас кормят. А как это происходит? Нас кормят в церквях. Этим занимаются церкви. Есть и государственные организации, но церковь справляется лучше. Как и чем кормят бездомных мы узнали в городке Блоуинь Рок. Кастинг-грэд. Еда, сострадание, сообщество. Я бы хотела, чтобы у всех хватало денег на еду. Именно поэтому мы здесь. Мы раздаем еду. Кому? Всем голодающим, кто стучится в нашу дверь. Не важно, кто это. То есть, если бы кто-то из нас постучался к вам и сказал, что голоден, вы бы дали нам какую-то еду отсюда. Я бы дала вам коробку с едой. 45 фунтов на человека. На двоих больше. У большинства наших клиентов большие семьи. Они выходят отсюда с двумя, тремя коробками еды. Это замороженные продукты, различные виды мяса. Они могут сами выбрать, что хотят. Это как небольшой магазинчик. И вам будет даже не важно, откуда мы. Отсюда или из соседнего города. Да. Даже если мы сами не местные, если мы попросим еды, вы ее получите. Вы получите еду, кем бы вы ни были. Сколько примерно человек в день сюда приходит? Сегодня народу будет немного, потому что это первый день месяца. Многие получают талоны на еду. Или получают зарплату в первые числа месяца. Поэтому они сюда не приходят, но в середине месяца народу будет больше. В прошлом году мы накормили более пяти тысяч человек. Пять тысяч? Да. Пять тысяч семей. Они приходят сюда, мы отводим их в морозильную комнату, где в каждом холодильнике хранится еда. У нас есть курица, свинина, говядина, яйца, тут есть из чего выбрать. Потом они выходят сюда, и мы складываем продукты для них в коробку. Они выбирают, что хотят. Они выбирают сами, как в супермаркете. Как в супермаркете. Конечно, важно понимать, почему вообще люди оказываются на улице. Это правда, что иногда легче быть безработным, чем работать на низкооплачиваемой работе. Есть проблема. Некоторые люди получают пособия по безработице, которые они не заслуживают. Они никогда даже не работали, а им выплачивают по 8 тысяч, потому что они утверждают, что раньше работали на себя, или на какую-то компанию, которая не является корпорацией. и они там даже не проработали достаточно времени из-за пандемии, но им все равно дают деньги. Из-за этого нам потом сложнее. Обычные люди, которые работали по 40 часов в неделю круглый год, им становится сложнее из-за этого. Бездомные нам в основном встречались в центре больших городов или в местах вроде автобусных станций. А вот в маленьких городках их почти не было. Об этом мы поговорили с мэром городка Блоуинг-Рок в Северной Каролине. Почему в больших городах так много бездомных? Причин очень много. Во-первых, у них могут быть психические расстройства, которые не позволяют им работать. К сожалению, у нас в стране много ветеранов боевых действий, которые сильно пострадали на войне. Есть люди, которые по какой-то причине не получили образование. Почему они в основном в больших городах? Как правило, в местах вроде вокзалов. При этом в маленьких городах их практически не видно. Думаю, дело высокой концентрации людей в городах. Имеете в виду плотность населения? Да, плотность в городах выше. Я думаю, причина в этом. По статистике, один или полтора процента людей сталкиваются с бедностью. Я бы сказал, причина в этом. Возможно, в Блоуэнг-Роке бездомных действительно немного, но в городках вокруг него они есть. У нас много бездомных. Где? В Блоуэнг-Рок? Да, в округе Уатога. Не в самом городе, да? Потому что мы не видели здесь ни одного бездомного? Нет, не в Блоуэнг-Рок. Но если вы съездите в место, которое называется Коалиция по здоровью и голоду округа Уатага, там у них есть так называемый дом гостеприимства. Туда приходят жить люди, которые спят в машинах рядом. Это очень грустно. по-вашему мнению, какой процент составляют бедные от всего населения округа Уатага? Я бы сказала как минимум 80%. 80? Да. 80% населения всего округа. Являются бедными? пур. Какую поддержку они получают? Большинство живет на небольшое пособие по безработице или по инвалидности. Обычно это от 500 до 1 тысячи долларов в месяц. Если у вас нет своего дома, арендовать жилье в округе Уатага очень дорого. Снимать дом стоит от 900 до 2 тысяч долларов в месяц. Или даже квартиру. Даже студентам приходится много отдавать за жилье. Люди приходят к нам потому что им не хватает денег. Мы обеспечиваем их продуктами, чтобы им не пришлось покупать их самим. чтобы хотя бы еду они получали бесплатно. Да. А какой процент от населения всего штата составляют бедные? Во всем штате я бы сказала это как минимум 55-60%. 55-60% от всего штата бедные? Да. Может быть вы знаете официальные цифры? Точных цифр я сказать не могу. Но в одном только округе Уатага мы кормим 60-70% может может даже 80%. Пойдемте на кухню. Это кухня. Это практически ресторан. Сегодня повара нет, но два раза в неделю мы готовим еду и кормим наших клиентов. Горячее питание два раза в неделю. Можно поесть и внутри, и снаружи, да? Да. Какой там красивый ручей. Да, это правда. То есть приходят бедные люди и садятся на открытой террасе на берегу ручья. Давайте я покажу вам террасу. Там еще будет сейчас какая-то терраса красивая, видимо. Выглядит все роскошно. Ну, наверное, роскошно, мило просто, да? Ну, мило, нет, ну, слушай, это прямо такой хороший дом. Потрясающий вид. Дубы, какой-то невероятный ручей, газончики, сосны. Ручьи, впадающие друг в друга. Откуда у вас деньги? Пожертвования. Сэм ходит разговаривать с людьми, агитирует людей жертвовать. Не так давно в июле у нас был музыкальный фестиваль, который устроил Сэм. Потом у нас был так называемый заплыв уточек. Люди покупали резиновых уточек по 5 долларов, запускали их в ручей и смотрели, кто выиграет. Это очень весело. У нас также много развлечений для детей. Батут, пожарные машины, бесплатная еда. Хороший выбор. Вы что, ограбили супермаркет? Нет. Ну, просто, чтобы было понятно, здесь есть ребрышки. Свинные ребрышки. Колбасы. Колбасы. Сосиски на любой вкус. Порезанные, не порезанные. Куриные крылышки. Грудка куриная, крылья, колбасы, свиные стейки. Итальянские сосиски. Ребрышки. 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 Есть стейки из говядины? Да, иногда бывают. Иногда? На самом деле, огромный выбор мяса, как в хорошем супермаркете. Но помимо мяса, что тут еще есть? Еще мясо. Еще мясо. То есть, тут куриные ножки, индейка, еще ребра. То есть, еще полная морозилка мяса. Здесь стоит холодильник, в котором виноград, яйца, можно посмотреть, виноград, яйца, салаты, молоко. Ну вот, кстати, как видим, и только что я уточнил как раз, что большинство посетителей, большинство тех, кто сюда приходит, это, конечно, пожилые люди, в основном пенсионеры. Пенсионеры, да. Вот это то место, где, собственно, люди малоимущие, там, бедные, нуждающиеся, они могут сюда прийти, взять такую большую коробку и собрать себе ту еду, которая им нужна. И выбор здесь действительно, как в хорошем магазине. То есть, например, вот этот холодильник, где есть различные тортики, пирожные, и опять же, здесь выбор, я вижу, какие-то яблочные пироги, шоколадные пироги, со сливками, сливками, фруктовые, кексы. Здесь мы видим даже закуску для вина. Можно просто, чтобы вы понимали, если кому-то нужна закуска для вина на пикник, то сюда можно прийти и тоже ее взять. Огромное количество консервы, горошек, макароны, кукуруза. Перски, яблоки, ну, она говорит, что уже сейчас разобрали часть того, что еще было. Яблоки, груши, сезонные. Картофель, и, как правило, все, что выращивается здесь. То есть, они не берут из овощей ничего привозного, потому что на беззешних огородах выращивается очень много. Ты знаешь, я просто немножко шокирован тем, что я был в подобных организациях в России, и обычно, ну, когда в России, это что-то прямо крайне необходимое. То есть, там какое-нибудь масло, крупы, какие-то консервы. Вегетовский должна быть калорийна. Здесь должна быть еще булочка. Здесь у нас чай, сахар. Ну, то есть, примерно мы делаем паек на день, чтобы человек в течение дня был сытый. Но я никогда не видел каких-то излишек в виде, например, каких-то винных наборов, в виде каких-то, я не знаю, соусов дополнительных. Вот то, что здесь есть, и такой большой выбор мяса. Ну, видишь, она же, как говорит Дайана, здесь действительно выбор должен быть как в, окей, не самом лучшем, но тем не менее нормальном супермаркете, чтобы человек мог выбрать для своего... Да, то есть у нас тут, видишь, у нас тут есть какие-то лимонады, какие-то батончики и огромное количество десертов. Почему вы ходите сюда? Я прихожу сюда за дополнительной едой. Я на пенсии, у меня ограниченный доход. Мне не дают талонов на еду. Поэтому за едой я прихожу сюда. Могу я поинтересоваться, какой у вас доход? В месяц. Тысяча двести в месяц. Тысяча двести в месяц. Да. Этого едва хватает на жизнь. Приходишь за продуктами и все деньги тут же исчезают. Бутылка молока стоит пять долларов. Вы снимаете жилье или у вас свой дом? У меня свой дом, но я плачу за землю. Я вижу, у вас есть машина? Нет, это машина моей сестры. А, машина сестры. Да, у нас одна машина на двоих. А что делать? Мы обе ограничены в доходах, ни на что не хватает денег. Мы пытаемся понять, какой уровень жизни в Америке. К какому слою вы бы себя отнесли? Средний класс, низший, средний, бедные? Вряд ли к богатым. Нет, уж точно не к богатым. Я бы сказала, куда бы я себя отнесла? К бедным. К бедным. И еще вопрос, который мы уже задавали до иен. Как вы думаете, какой процент населения в этом регионе можно отнести к бедным? Я бы сказала, минимум 60%, если не больше. От населения округа? Да. Кроме бездомных, у бедности в Америке есть и другое лицо. Это так называемый white trash, белый мусор. То есть бедные европеоидные американцы, которые в основном живут где-то в сельской местности. Еще есть слово hillbilly. Его можно перевести как деревенщина. Но не просто деревенщина, а из горной местности. Например, такой, как в Северной Каролине. Вообще, я родилась в старой больнице Палачинского государственного университета. Мы собираем мнения людей, их взгляды на жизнь. Как бы вы охарактеризовали местное население? Людей, живущих в горах. Потому что в больших городах тех, кто живет в горах, часто называют деревенщиной, реднеками. В чем разница между реднеками и жителями гор? Или разницы нет? Разницы нет. Если вас называют реднеком, значит, вы работаете на солнце, и у вас сгорает шея. Вы работаете, трудитесь в саду или в поле, или на лесопилке. Это значит, что вы где-то работаете. А жители гор... Знаете, я бывала в больших городах, и люди там не такие дружелюбные, как люди в горах. Но вы же знаете, что есть такое стереотипное представление о реднеках, что они агрессивные, что они едят суп из-за посумов, посум-суп, что у них есть оружие. У нас есть оружие. Мы верим во вторую поправку к Конституции. У человека есть право быть вооруженным. В горах мы в это верим. Мы ходим на охоту. Мой отец, например, был охотником. И мой дед тоже. Мы выращивали свиней и забивали их, чтобы иметь мясо на зиму. Мы держали скот, убивали коров. Но не автоматом М16 же. Нет, нет, конечно. Ружьем 410-го калибра или чем-то таким. Но не чем-то, что могло бы быть опасным для других людей. Вы считаете себя реднеком? Да, я реднек. Вы реднек? Да. Погодите-ка секунду. Представляете, вот эта милая женщина, у которой совсем нет... Но у вас же шея даже не красная, ваша нэк совсем не реднеком. Да. Сколько опоссумов в день вы убиваете? Нисколько. Вы не едите суп из опоссумов? Но я однажды забивала кролика. Снимала шкуру с белки. Вау, скин... Вы снимаете шкуру с белок? Да. Зачем? Мы их едим. Она есть белок? Да. Вы едите белок? Они очень вкусные. Вы уверены? Белки это такие с пушистым хвостом. Они еще прыгают по деревьям в Центральном парке в Нью-Йорке. Да. Белочки, они же такие милые. Да, но понимаете, когда я росла, моя бабушка с дедушкой... Меня воспитывали бабушка с дедушкой. И мы не могли просто пойти купить мясо в магазине. У нас не было денег. У нас был большой сад, и я целыми днями работала в поле. Мы выращивали кукурузу, бобы, картошку. У нас был большой огород. А мясо у нас было либо от того скота, который держали мои бабушка с дедушкой, либо то, что они поймали на охоте. Белки, кролики. Но это раньше, а сейчас сколько белок в день вы съедаете? Сегодня? Уже год не ела белок. Год. Сейчас вы едите белок, потому что у вас уже такая привычка, или это необходимость? Потому что мне нравится вкус. Вкус белок? Они очень вкусные. Как вы их готовите? Снимаете шкуру, разделываете. Какие блюда вы из них готовите? Мы их жарим. Жарите? Как курицу. Еще мы едим черепах. Черепах? Да. Черепах? Да. Черепах? В детстве я помогала своему дедушке ловить черепах. У нас был такой крючок, который мы опускали в воду с приманкой, с червем или с чем-то еще, а сверху такой поплавок. Можно сделать из упаковки из-под молока. И когда поплавок начинает качаться вверх-вниз, это значит, вы поймали черепаху. А черепахи очень агрессивные. И я шла домой вот так, держа пакет с черепахой на расстоянии, чтобы она меня не укусила. Когда я приносила ее домой, дедушка брал разделочную доску и отрезал черепахе голову. Разделывал ее, убирал панцирь, а бабушка замачивала ее в соленой воде, а потом жарила. Вы смотрели фильм про крокодила Данди? Да. Австралийский фильм про охотника, который приехал в большой город и всех поражает. про вас можно было бы снять похожий фильм. Но вот сегодня вы же наверняка встречаете людей, которые переживают за природу, не едят мясо. О, да. Что вы о них думаете? Каждому свое. Каждому свое. Несправедливое распределение дохода ведет к еще одной проблеме. Это обилие бездомных. По официальным данным, в США их в 50 раз больше, чем в России. Так вот, дорогой Стас, пока ты ведешь машину, у меня есть привилегия, могу пользоваться интернетом. Я здесь нашел интересную статистику. Это показатели бедности в России и развитых странах в процентах от общего числа населения. Статистик на 2016 год, сейчас ситуация немножко поменялась, особенно после ковида, но тем не менее, есть данные за 2016 год. И что интересно, в сравнении с США, бедность по доходам в России 15,7%, в США 13,5%. Бедность по лишениям в России 25%, в США 17,3%. И хроническая бедность в России 10%, в США 9,3%. То есть очень похожи показатели, в США все немножечко меньше процентов на 10%, но тем не менее, какой-то критической разницы, что здесь все процветает, в России все хорошо, нету. При этом, если мы с тобой пойдем спрашивать людей, как они ощущают себя и насколько они себя чувствуют богатыми или бедными, мы и в России, и в США увидим, что люди видят проблему бедности гораздо больше и серьезнее, чем и видит статистика. Расскажи мне, как ты ощущаешь бедность в США? Что такое бедность для американцев, как человек, который здесь давно живет? А то мы все спрашиваем других, что ты скажешь? Смотри, я бедность сам на себе пока не ощущаю, не планирую ощущать, при том, что у меня были моменты, когда я не был уверен, что мне будет чем платить за квартиру через, например, 2-3 месяца. По многому это вопрос отношения, и мне кажется, это в любой стране так. Возьмем Бутан, где есть министерство счастья, да, и регулярно проводятся замеры уровня счастья, и возьмем какую-нибудь Финляндию, где процент довольной жизни людей на самом деле не такой уж высокий. Поэтому, опять же, все зависит от восприятия. Допустим, я себя отношу к среднему классу с точки зрения тех вещей, которые я могу себе позволить. Мой сосед скажет, что я upper-middle-class, то есть отношусь к высшему среднему классу именно с точки зрения тех вещей, которые я могу себе позволить. То есть, я могу себе позволить путешествовать, взять на прокат машину, у меня есть машина, я на ней езжу, да, у меня есть квартира, в которой я живу, которую я снимаю, я могу себе позволить ходить в магазины, достаточно часто покупать себе какие-то вещи, ездить за границу, ну и так далее. То есть, вот такие примерно показатели. При этом, у меня же есть сосед по загородному дому, который скажет, что я скорее ниже среднего класса, потому что у меня нет больших сбережений, и как раз бывают ситуации, когда неизвестно, что будет завтра. Поэтому здесь понятие бедности, опять же, очень индивидуальное. Я думаю, что большинство американцев согласятся с тем, что бедный это человек, который, опять же, не уверен в завтрашнем дне. Вот просто не уверен в завтрашнем дне. Не уверен, что завтра ему будет на что жить, покупать продукты, где жить, на что лечиться. Это, конечно, относится в первую очередь к более взрослым людям. И который не может себе в принципе позволить отдыхать, путешествовать, которому нужно сильно экономить, откладывать, ну и так далее. То есть, в принципе, как и везде. Дальше просто все зависит от того, какие у тебя потребности. Бедность в России, на мой взгляд, это отсутствие более-менее нормального жилья, которое соответствовало каким-то минимальным санитарным нормам. и я видел, когда я снимал про семей, у которых там забирают детей, да, я видел проблемы, например, когда опека забирает у матери ребенка в детский дом и выставляет ей требование, что ты должна привести квартиру в порядок, например, отремонтировать печку, потому что там есть угроза пожара. Печку? Печку в квартире, да, у нас во многих домах в провинции печное отопление. Так вот, ты должна отремонтировать печку и тогда мы тебе вернем ребенка, а на ремонт печки нужно там 20-50 тысяч, какие-то такие деньги вообще смешные, которые можно достать из кармана и положить, особенно по американским меркам это пора ужинов. А у нее нет этих денег, и она такая, ну вот я сейчас буду искать работу, я сейчас буду там еще что-то делать, и эту печку обязательно отремонтирую. Понятно, что там накладывается алкоголизм, там еще что-то, и скорее всего хотела бы она отремонтировать, она бы нашла возможность отремонтировала там огромный шпион. Но тем не менее, вот такой банальный пример страшный, когда у тебя опека забирает ребенка, потому что у тебя квартира непригодна для жизни. Бедность это, когда ты не можешь купить полимитарные продукты, когда ты заходишь в магазин, и ты не можешь купить те продукты, которые ты хочешь купить, ты не можешь купить себе мясо, ты не можешь купить себе овощи, там тем более какие-то фрукты, особенно несезонные, которые там стоят чего-то, и ты живешь что-то фактически на там макаронах, хлебе и таких вот самых дешевых углеводах. Я иногда прошу людей показать их холодильники, бедных людей, и ты открываешь холодильник, и ты понимаешь, что у тебя холодильник, это какая-нибудь кастрюля супа, которую там варят на всю неделю из чего-то совсем недорогого, такого супового набора, да, там, костей, огрызков там от рыбы. Это хлеб, это яйца, это макароны там, ну, возможно, какие-то консервы. Здесь, скорее, это уже будет называться словом нищета. Вот, ну да, грань тут такая, бедность, нищета, это невозможно, кстати, собрать ребенка в школу, вот недавно выходила там, опять же, у нас статистика, то, что там в среднем по России собрать ребенка в школу стоит 300 долларов на ваши деньги, но у многих людей нет денег собрать ребенка в школе, хотя раз в год 300 долларов, казалось бы, тоже не такие какие-то серьезные истории, вот, и в России с этим действительно большая проблема, особенно в регионах, огромное количество людей живет в домах, непригодных для жизни, вот в этих деревяшках так называемых, огромное количество людей, даже в богатых регионах, не имеет дома элементарного водопровода, канализации, там, туалета, ходят там в выгребную яму, вот так это выглядит в России. Да, бедность в России, это деревянный покосившийся туалет на улице, а бедность в Америке, это когда у тебя нет сбережений на будущее, такой вот контраст. Будет ли разница, когда мы заговорим о свободе или пропаганде? Узнайте в следующих фильмах этого цикла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова